Наталья Александровна Степанова Здравствуйте! Такая ответственная должность, главный хранитель фонда. Когда мы сразу о знаменитых музеях вспоминаем, там, Эрмитаж, Лувр, Уфицы, и сразу такое ощущение, что ну вот уж где, как бы, кладезь, и есть чёткое понимание того, что всё самое лучшее, всё самое, что необходимо людям увидеть, всегда из фонда музея каким-то образом добираются до посетителей. Но по факту получается, что очень многое, к сожалению, хранится. Что-то иногда поступает в залы, что-то потом уходит надолго и так далее, а что-то наверняка так и лежит почему-то в фонде. Вот что такое фонд музейный сегодня? Что это за структура? Ну, во-первых, причём с того, что у любого музея, фонд его, да, он как бы принадлежит России. Это как бы единое целое пространство музейное. Глобальное. Глобальное, да. Что мы не сами по себе, это всё не наше, это принадлежит России, это правильно. Вот, конечно, всё, что хранится в музее, надо правильно хранить. Это берёт администрация, это директор, вот главный хранитель, или все смотрители залов, хранители фондов, все сотрудники, в принципе, они заточены на то, чтобы предмет, который попал... То есть они охранники этого всего, да? Да, охранники в самом прямом смысле, в том плане, что и температура должна быть так, какая должна быть, да, и свет должен быть тот. И, в общем, это... То есть он должен храниться вечно, этот предмет, который попал к нам в музей. У нас в музее, вот когда я пришла на работу в 2006 году, я была потрясена количеством предметов изумительных, которые связаны с историей мира, с историей Москвы, с историей России. Вообще это просто уникальные экспонаты, которые просто лежали и молчали. Вот именно они ждали как-то своего часа. И я вам хочу сказать, что то, что собрано в Люберецком краеведческом музее, в Малаковском музее, который является нашим как бы центром, да, то есть мы все едины, вот соединены, и галерея, вот. Все, что хранится вот в фондах, это можно выставлять, не знаю, веками, вот выставлять, менять. Экспозиция музея, она как бы постоянная, но она все равно обновляется, там что-то привносится, что-то меняется с годами, но не сразу, вот. А существуют еще просто выставки по теме, ну, какой-то там дате или что выставляются предметы, и все равно любой музей может вам сказать одну вещь. Никогда ни один музей до конца все еще не выставлял. Не хватает жизни одного человека, двух, пяти, десяти поколений. Но и пространства не хватает еще к тому же. Да, именно пространства, потому что то, что лежит там вот так вот на полочках, да, все вот это как надо, в драйверах там выбрано все, оно же, если выкладывать, это же надо выкладывать. То есть получается, что у нас, хотим мы того или не хотим, опять же, от самого маленького музея России до самого большого, от самого маленького музея в мире где-нибудь на каких-нибудь островах до самого большого, мы все равно доподлинно не можем познакомиться в каждом музее со всеми его экспонатами. Если, допустим, музей уж совсем маленький, там всего пять экспонатов, и у нас же музей. Конечно, есть частные музеи, есть такие. Вот, там можно. Но это очень редкая вещь. Я хочу сказать только то, что... Скорее, это коллекция, да? Да, но они уже могут называться музеем, смотря как что, какие документы оформлены. Но мы с вами говорим о муниципальных музеях, о государственных музеях, о крупных. Вот наш Люберецкий регион гордится, может, нашим комплексом, потому что там такие залежи мировых шедевров. В общем, изучать и изучать. Ну хорошо, а как работает этот механизм? Кто определяет постоянную выставку? Вот есть постоянная выставка. Она, наверное, я так думаю, примерно на 80% всегда одна и та же. А 20% меняются? Или как это работает? Ну, может быть, не 20%, могут и 10% меняться, может, и 50% смениться, когда надо. Например, когда страна поменялась, и выставка тоже поменялась. А, даже так, да? Да, то есть, допустим, у нас была огромная такая вот представленная экспозиция. При социализме были предприятия и их продукция. Это сейчас все в фондах, да, все лежит в фондах. Но немножко сейчас поменялось. То есть раньше это вот как бы... Это был приоритет. Приоритет, да. А сейчас... А сейчас, ну, вы понимаете, сейчас возвращаются другие темы. Например, Первая мировая война. Она сейчас прямо не то что в тренде, это глупое слово относительно Первой мировой, но поднимают знамена ее, вспоминают героев. И такой герой Первой мировой у нас жил в нашем регионе, он жил в Малаховке. Абсолютный герой, кавалер георгиевского оружия золотого за храбрость. И о нем никто не знал, потому что вот эта советская власть, она, ну, вы понимаете, надо было... Ну, как бы Первой мировой дали. Надо было... То есть они были стерты. Вот поэтому я говорю, я изучила случайно, встретилась с этой семьей, у меня как историка был такой подарок судьбы. Вот я... Я часто об этом думаю, что вот я была маленькой девочкой, мечтала работать в музее. В этот момент этот герой умер здесь, в Малаховке. Где была я тогда? Папа был летчик-испытатель, я жила в другом городе. То есть он где летал, там мы и жили. Вот. Я и родилась в Севастополе. Вот это вот такие вот. Переезжали много, да? Да, это не от меня зависело. Зависело от... Ну, такая была страна, такая была работа у родителей, в общем. И когда мне было 10 лет, он умирает здесь, в Малаховке. И хоронит его на Кузьминском кладбище. И прошли годы для того, чтобы в 2014 году я пришла в дом, на меня вышли случайно, на меня. Ну, это богом, наверное, все было в пути. И я зашла в этот дом, уже там осталась его младшая дочь одна, уже все умерли, все члены семьи, наследников не было. И вот я о нем впервые услышала тогда, шаг за шагом, шаг за шагом. И к тому, что вот сейчас раскручена история целая. Я написала книгу на эту тему «Забытый герой забытой войны». Не то, что сейчас рекламирую книгу, я просто говорю, что вот он стоит того, он был забыт. А существует в мире целое вот общество, которое изучает это движение, наших русских, которые были отправлены за границу. Их было 50 тысяч по распоряжению Николая II, чтобы остановить немцев, которые рыбались в Париж, в Греции они были, на Соломиках. В общем, они там воевали наши везде. Ну, мы уже союзниками были. Да, именно так. Они попросили 400 тысяч, Николай II выделил 50. А потом случилась революция в России, и вернуться им оказалось не так просто. Отрезанными. Да, они, во-первых, погибли там в огромном количестве. Ну да. Я думаю, там их особо не щадили. В самый прорыв, да. Они же ведь, вы понимаете, пулеметы немецкие, тогда же все уже было. У них были доты, зоты, апрель, месиво, снега, эти виноградники, открытое место. Они идут просто во весь рост в рукопашную атаку. Наши ребята. И они побеждают. Но при этом половина легли. Они победили в этом бою. Вот он как раз за этот бой страшный, это было называлось, бойни Невеля. Такое в простом названии, это битва Невеля. Ну, вот он получил тогда вот кавалер Георгиевского оружия золотого за храбрость. Ну да. И вот это общество, они знали, что их 12 человек получило. 12 человек. 6 человек посмертно, и 6 человек живых. Они про них знали все, кто посмертно. Где родился, как, чего, полностью, жизнь, где похоронили. Все. Всех потомков, все-все. И из живых пятерых знали. Шестого нет. Нет. А вот он шестой. Я докопалась, да. Вот мне Бог дал это все раскрытие. И была конференция международная. Там Путин приветствовал конференцию. В общем, пять стран мира сидят. Я вышла с этим докладом. Какая была сенсация. Нашли шестого. Которого не знали. Я к чему это? Я не себя восхвалять. Я к тому, что на нашей земле... Что такое история вообще? Это люди. По-любому люди. Это не шкафы, не стулья. Это вот чем шкаф знаменит? А потому что он принадлежал Густаву Флаберу. А эта ложечка чем знаменит? Да-да, Англева Толстого. Вот эта кушеточка. Да на ней Наполеон спал, понимаете? А вот этот вот чайник. А его Василий Семенович, батько, носил наш, Малаховский, который к нам приехал и вернулся. Проживший почти 40 лет во Франции. Он рвался домой. Он говорил, я русский, умру русским. И вот что такое историк? Он должен нести какой-то результат. Не то, что там вот я знаю вот эти факты. Надо что-то сделать. И вот мне Бог дал найти это имя, забытое имя. И вот сейчас, как бы, Первая мировая вернулась. Начинаем тоже. Выставили эти экспонаты. То, что было в окопах во Франции с ним. Ведь он сохранил даже, знаете, что... Листовка такая, немецкая листовка, написанная к солдатам русским. Еще на русском фронте, когда они воевали с 33-м билетским полком, это с Брусиловым. Написано, что вы бросаете всех своих офицеров, не верьте, переходите к нам, у нас все хорошо. То есть такая агитка немецкая. Ну, как всегда на войне. На русском. Ведь он бережно, вся в грязи. Он ее сохранил. 50 лет хранил, да. И сколько было перемещений у них в жизни. Да, он это все хранил. Он эту листовку привез из... Когда он поехал во Францию, из России во Францию воевать. И он там ее сохранял. И много чего остального. 50 лет он хранил. Потом после его смерти 50 лет семья, пока не попала к нам в музей. Вот, пожалуйста, в муниципальный музей. Какие-то там железочки. Какая-то грелочка. Не какая-то. А этой грелкой прогревали, потому что они спали, ведь фронтовые фронты. Это же, как сказать, сырость, холод. Чтобы почки не застудить, надо было прогревать вот это... На чем ты лежишь. Доски там или были, или кровати какие-то походные, или это была просто земля. Это надо было прогревать, чтобы почки не застудить. Вы понимаете, вот эти вещи, они знают об этом молодежь? Нет. Что мы знаем? Да, у нас, допустим, Великая Отечественная война, она как бы на слуху этому еще... Они еще живут. Недавно ушел из жизни наш участник парада Победы, Мальцев Вадим Петрович, наш друг нашего музея. Ну, ему через буквально несколько дней, несколько недель не хватило до 100 лет дожить. Вот. То есть они уходят все. Мы должны это все передавать. Как передавать? Опять же, тот же Мальцев нам передал свои книги, свои предметы. Это тоже уже заговорил. Это сегодня может быть так, а через 50 лет, через то это... По-другому, да. По-другому. И вот у нас вот в фондах, допустим, вот мы сейчас делаем сверху наличие предметов. Ну, у нас был ремонт, и после этого мы делаем. И, то есть, перебираем руками каждый предмет. Вот, допустим, свидетельство о рождении, или там какое-то... А это дата-то стоит, 1883-летий, 1799-й, вы понимаете? Я когда открывала одну карту, из нее прямо облачко вышло вот этих микробов, которые там жили много лет, это не было... Это все спит и ждет своего исследователя. Рано или поздно, до каждой бумажки, до каждого значка, вы понимаете? Но это же еще очень важно, кто работает с этими предметами, потому что просто так, без вот такого трепетного отношения, желания погрузиться в историю, очень трудно. Я так понимаю, что вы испытываете удовольствие только от того, что вот эти предметы могут вас конкретно, то есть машина времени работает, перенести в тот же 1799-й год. Да. А на миллионы лет назад, когда мы обеспыливали витрину, в которой находятся аммониты, на них еще... Аммониты, на них сохранился перламутр. Вы понимаете? Или я держу кость динозавра. Это же вот это... Я даже вот не могу... Он же бегал, да, я представить не могу. Это тот мир, который... Ну, для нас это такой мультфильм, сказка. Это вот, ну, я не знаю, вот эти документальные фильмы, которые на основе мультипликации сделаны, и там технических каких-то средств компьютера. Но это же вот... Перламутр сохранился, я не могу. Я сейчас как бы начинаю привыкать, все-таки я уже почти 20 лет работаю. Но, по-первых, я вообще не могла. У меня под градом, я не могла. У меня дрожали руки, а руками, конечно, нельзя. Мы в перчатках. Вот. Что это я прикасаюсь к этому духу времени, которого нет. Вот, да? Ну, надо сказать, конечно, тут все, как есть такая пословица, погоду, город делают люди. И так же вот любой работы. Вот я знаю, я смотрю ваши передачи, я тоже знаю, как вы работаете, как с азартом легко и с наслаждением вы работаете на своем месте. Так же и мы, наверное, в музее работаем. Я не перестаю говорить, что я не работаю в музее. Я в нем служу. Я ему служу. Вы понимаете, как в театре. Именно слово. Это правильное слово. Я утром бегу, я не понимаю, как время прошло рабочее, я не понимаю, что надо идти домой. Еще столько не сделано. И чем больше мы делаем, тем больше мы понимаем, что мы еще почти ничего не сделали. Надо это все вот упорядочить, сохранить, отправить в госкаталог. Это надо выставить, это надо хранить. Вы понимаете, разобраться. Особенно после ремонта надо разобраться. Ну да, конечно, ремонт – это такая встряска. Сейчас, Александр, сделаем небольшую паузу. Есть еще вторая часть вашей жизни, потому что одно дело предметы хранить, открывать, пересчитывать, переставлять, перемещать, вносить, забирать обратно в фонд и так далее. Возможно, какие-то предметы только вы и ваши коллеги видели, они никак не могут попасть на общее обозрение. Их очень много. Их очень много. Но у нас есть вторая ваша сторона вашей деятельности – это работа в качестве экскурсовода, то есть вы можете о чем-то рассказать, о чем мы уже слышим и убеждаемся в первой части. Но сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию открытого диалога. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Наталья Александровна Степанова, главный хранитель фондов муниципального учреждения культуры и музейно-выставочный комплекс городского округа Люберца. Говорили мы в первой части о том скарбе, который хранится в каких-то потаенных комнатах музейно-выставочного комплекса. И прежде, чем мы перейдем к вашей второй профессии, профессии экскурсовода, скажите, а кто принимает решение, что мы показываем, а что мы не показываем? Вот вы говорите, есть предметы же наверняка, которые ни разу так и не были выставлены. Я так понимаю, что тут просто совсем простая схема. Существует история, вот наша история краеведения, да, существует. Существует вот такой момент, такой момент, тут, да, тут вот Наполеон, тут вот Кутузов прошел, тут вот наши, тут наш 16-й истребительный. Вот эти вот опорные точки. И что у нас есть показать главной вот этих опорных точек? Они как раз в эти моменты выставляются. А не вае таких выставок, они из закрытых фондов, которые просто формируются, вот что у нас есть? Просто под эгидой того, Знаете, хорошая, между прочим, мысль. Да, надо бы ее как-то развить. Просто. Это может даже, ну, я не знаю, какие-то шедевры, которые, да. Ну, вот никуда они как бы не пристегиваются друг к другу, но если все вместе выложить, получается, выставка закрытого фонда. Надо подумать на эту тему, потому что... Вот хорошая идея, приглашайте тогда, если сработает. Это хорошая идея, и, наверное, ее надо осуществить поближе к юбилею нашего города Люберцы, которому будет 4 столица города. И сделать из нее можно даже такую историю, что вот это будет сделано только на юбилей, потому что, ну, все-таки музей, это же очень серьезная история. Мы что-то вам покажем такое, а потом опять спрячем. Да, потому что у нас выставочные витрины, они в определенном количестве. Ну, конечно. Потому что... Ну, во всех музеях так, безусловно. Где же я видел-то? В галерее... В Милане я видел, прямо там есть такой срез, работают, значит, как реставраторы. Прямо вот видно, как они работают. В Мадриде есть. В Мадриде есть. А рядом такая комнатка тоже прозрачная, и стоят вот так вот полотна, прямо друг-друг-друг за дружкой. И каждое полотно – это история. А они стоят, как вот книги на полке. Ну, так же стоят. Ну, и мы понимаем, что это сделано с точки зрения просто привлечения внимания, но наверняка в подвальном помещении или в каком-то специальном помещении так оно и есть. Но вернемся к другой теме. Одно дело – показать предмет, положить, и человек ходит и думает, ну, вот камень лежит, да, а на самом деле это не камень, а на самом деле целая история. Для этого есть специально подготовленные люди, которые все расскажут. Вот как вы стали экскурсоводом? Экскурсоводом. Как я стал? Ну, это невозможно рассказать свою жизнь. Коротко могу. Я, когда была маленькая, мне кажется, уже я это 200 раз рассказывала, везде и всюду, не знаю, рассказывала я здесь, потому что мой открытый диалог – это моя любимая передача, если вы здесь 10 раз. Вот. Так вот, когда я была маленькая, мы ездили, очень часто передвигались, путешествовали, мама с папой были такие легкие люди. Мне никогда ничего не надо было, никаких музеев, мне нужны, ой, никаких магазинов, мне нужны были только музеи. Я все время просилась первым делом в музей, в любой. И когда я приходила в музей, я обязательно свое ушко затачивала на того, кто рассказывает. Ага. Вот, кто рассказывает. Ну, конечно, такой вот, у меня была мечта работать только в музее. Вот, прямо, не знаю, я при этом училась в музыкальной школе, я, кстати, три музыкальной школы закончила. Да, я в музыке как бы не последний человек была, я, может быть, музыку, нет, история перетянула. И, тоже такой случай был, совершенно банальный, бытовой наш класс, приехал в город, в Ленинград, тогда еще, да, Ленинград, и после обеда нас повели на мойку 12, на мойку 12, где Пушкин умер. К нам вышел экскурсовод. Некая женщина прозрачная, вот, бывает, вот мышь белая, я не знаю, 30 лет, 60, не знаю, вообще никакая. Ну, ну, все, пропал день. Пропал. Сейчас тут добьют вас. И она начала говорить, она начала говорить. Ой, даже сейчас мурашки. Она так начала, наши мальчики, все, все наши взрослые. Все начали слушать. и вот она нас, ой, прям мурашки идут. И она повела нас по залам, мы плакали все, и она с нами. Все-таки экскурсовод, это же два важных тут момента, ну, на мой взгляд, потому что тоже очень много бываю везде, и иногда хочется самому прочитать, чем слушать, да, потому что ты видишь отношения, ты понимаешь, где что и так далее. Потом экскурсии бывают разные, вот, где-то надо показать бриллиантовые или золотые украшения вместо того, чтобы показать что-то более интересное. кто на что заточен. Но, помимо знания, знания, надо же еще уметь преподнести эту всю информацию, чтобы это было интересно. вот когда вы видите тех, кто вас слушает, вы же наверняка как профессионал, потому что экскурсовод это и артист, и историк, и мастер словесности, да, то есть тут очень много профессий, кстати, в одном, надо успеть столько рассказать, быстро, четко, проговорить, сделать, логические ударения, все. А как вам удается сразу схватить в хорошем смысле слово вот вашего слушателя и зрителя, кстати? Я люблю свою работу, вы знаете, очень часто, практически всегда в конце экскурсии мне аплодируют, вот практически всегда, это, ну, просто всегда, да, ну, редкий случай, может быть, ну, не знаю, я не могу сказать, что какое-то, я вообще это не могу объяснить, люди ко мне приходят, я их жду, люди приходят, все, я забываю про время, я начинаю говорить, вот как та женщина, которая была, все, и дальше я забываю, все, я просто вот, иногда даже, бывает, ждет автобус их, или они едут в какое-то другое место, мне тихонечко говорят, закругляясь, тут приходится закругляться, то есть меня предупреждают, я не заканчиваю сама, потому что я бы еще, я бы еще и этот кусок рассказала, я бы тут и тут, и ведь понимаю, и слушают, и возвращаются, и с детьми, и советуют, в общем, дело не в том, что вот я там такая золотая, дело в том, что это мое, я не могу это объяснить, я не могу это объяснить. Ну, это называется, это призвание, то есть тут уже... я думаю, что призвание, да, я думаю, что я родилась для этой службы музею, в любом, в этом качестве, потому что историко-архивный институт готовил в наше время, я не знаю, как сейчас там учиться, тогда это была очень серьезная подготовка, поступить туда было практически невозможно, я когда поступала, было 24 человека на место, в то время в ГИТИС было 12. Понятно. Я как раз ГИТИС закончил. Я знаю. Скажите, а вот часто видишь, что экскурсовод, неважно, да, какого возраста, как мы с вами выяснили, очень много аспектов, но видно, что человек идет, знаете, как вот, ну, как сказать, как магнитофон крутит одно и то же. Вот вы меняете программу, вы... ну, есть какие-то вещи неоспоримые, да, вот мы знаем, что там мамонты условно вымерли, тогда-то, а потом вдруг где-то что-то провели, раскопали, и выясняется, в последнее время, кстати, много всяких останков находят, там древний человек и так далее, что сдвигаются эти цифры, что-то меняется. То есть, насколько вы вносите часто изменения в свои выступления? Часто, практически постоянно. То есть, всегда, как в первый раз. Я всегда чего-то читаю, чего-то вижу, я всегда на этом, у меня, у меня, допустим, тема экскурсии вот такая, а папка вот такая, все, что по этому вопросу я нашла, увидела, я туда или от руки написала, или сфотографировала, у меня все в этой папке, и по каждой теме вот такая папка. Но я не устаю повторять, что мы, вот то, что те же самые мамонты и динозавры, что у нас есть, эти кости, которые были подтверждены в Академии наук, которые нанены все тут, они жили здесь, вот, я не устаю повторять, что это все гипотезы, научные, но гипотезы. А так ли было? Мы не можем это проверить, мы предполагаем. Самая вероятность ошибки. Да, что, допустим, про космос, я все время говорю, ребята, или там кто-то пришел, я вам расскажу то, что я знаю, что на сегодня можно рассказать, то есть мы, нам, как сказать, нам дозволено, нам позволяют знать только то, что позволяют знать. Мы знаем только то, что нам позволяют на сегодня. Завтра, может, другие будут. Ну, скажем, Плутон тоже когда-то был планетой, а теперь уже... Теперь да, да, и поэтому, планета, казалось бы, не стоим на месте. Я, конечно, стараюсь быть на плаву в плане того, о чем я говорю. Я всегда, я никогда не скажу слова, которое я там не проверила, где бы то ни было. И даже проверенное слово, где бы то ни было. То есть, если есть несколько гипотез, вы сразу несколько гипотез можете сказать? И потом я говорю, что все-таки это гипотезы. Вот. Или, допустим, про тот же космос, про космических собак. Ведь когда улетела первая, это когда испытывали, вот говорят, Гагарин полетел в Восток номер один. Да не один. Восьмой. Восток восемь. Опять же, на сегодня я знаю вот так. Вот. Что было, да, может, там еще, может, 28. Ну, тем более, там секрет на секрете еще был. Да. И до сих пор есть секреты. Да, там даже не в том деле, вот дело, что прошло 75 лет или не прошло. Ну, нам позволяют знать только, что нам нужно знать в этот момент. Все, мы дальше не можем пойти. Опять же, вот во второй ракете всегда было сказано, что она улетела в июле 60-го года. Еще она на старте взорвалась. Там никого не было. Я никогда не верила в это, что никого не было. Вот. Даже с отцом спорила. Папа у меня был даже в отряде космонавтов. Он был летчик-испытателем. Но он не полетел. Он дружил очень с космонавтом Павел Ивановичем Беляевым. Ну, это было, как сказать, давно это было. И Беляев уже умер. Кстати, в день рождения моего отца так совпало. Они там в Севастополе еще. И Комаров у них был командиром. Это... Ведь, вы знаете, раньше летчики их было мало. Таких вот асов. Да, поэтому такая профессия. Их так отобрали, вот всех сместили. Папа не полетел. Вот. Но он мне много говорил, рассказывал таких вещей, которые тогда я не могла не оценить никак, но я запомнила. Я запомнила, и он говорил, что не было никого. Я все время с ним начала спорить. И потом с газетами спорила. Потом спорила уже с телевизором. Они что-то вещают. Я говорю, не может быть, чтобы во второй ракете не было никого. Я думаю, что и в первой кто-то был. Во второй ракете было две собаки. Недавно, причем это сказал один наш космонавт известный, вот недавно ушедший из жизни. А я так обрадовалась, думаю, надо же. Я всегда говорила, что там было две собаки. То есть вашу гипотезу. Да, там было две собаки. Они взорвались на старте. А раньше об этом... Вы поняли, такие моменты... Ну вот получается, что вы к тому же еще и исследователь. Наталья Александровна, как ни парадоксально, ну вы же сами сказали, а время-то у нас уже тоже подходит к финалу. Это жалко. Это жалко, да. Это жалко. Вот. Но 10 раз – это же только начало. Так что приходите к нам еще. Хорошо. Тем более, что вот мы вам идею такую подбросили сделать какую-нибудь выставку из закрытых фондов. Это замечательная идея. Да. Причем подобрать что-то совсем такое, может быть, даже не стандартное, будет интересно. Наталья Александровна Степанова, человек, который любит свою профессию, который умеет не только хранить, да, но и... Хранить молчание, да, но и умеет рассказывать о том, о чем, что хранится, вот об этих скарбах, об этих сокровищах, которые есть, в музейно-выставочном комплексе городского округа Люберцы, где она работает главным хранителем фондов этого муниципального учреждения. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Очень хотелось бы пригласить всех наших люберецких жителей и гостей. Приходите к нам в музей, приходите и просите, чтобы экскурсовод провел экскурсию, потому что с экскурсоводом они узнают в сто раз больше, чем экскурсовод. Конечно, конечно. Наталья Александровна, спасибо. Программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор 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 субтитров А.Кулакова